МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Количество точек – это крик отчаяния в кризис, когда покупательная способность населения и, как следствие, рентабельность аптек резко упала. Возможно ли провести подобные ограничения? И чем это чревато для российских потребителей? К нам присоединяется эксперт Давид Мелик-Гусейнов, директор Московского НИИ Организации здравоохранения. Давид, здравствуйте. Юрий, добрый день. Добрый вечер. Для меня полная неожиданность. Я хочу с вашей профессиональной помощью разобраться в этом «крике души», как пишет пресса. Очень странно, что профучастники рынка, а может быть и не странно, вы поясните, выступают за сокращение количества игроков на фармацевтическом аптечном рынке России. Можете нам объяснить, откуда истоки проистекают и что должно быть тогда в финальной части? Ну, на самом деле, такие разговоры ведутся достаточно давно. Уже на протяжении последних десяти лет организованная фармацевтическая розница выступает за то, чтобы, скажем так, реализовать некую концепцию квот в плане открытия новых аптечных организаций. Такие квоты существовали в Советском Союзе, и нельзя было открыть аптеку, условно говоря, дверь в дверь, нельзя было открыть аптеку в районе одной станции метро и так далее. Такие же требования пытаются сегодня пролоббировать аптечные сети в основном, которые в первую очередь страдают от стихийного открытия небольших розничных аптечных организаций. Но процесс, он пока лишь лежит в плоскости обсуждения, обсуждения между самими участниками бизнеса. Регулятор к таким идеям относится пока спокойно. Почему? Потому что любое ограничение бизнеса – это всегда очень сложный диалог. И именно это решение, которое мы сейчас обсуждаем, наверное, оно не проходное. Почему? Потому что речь идет о рынке, речь идет о бизнесе, есть антимонопольные правила, и в отношении какой-то конкретной одной единицы бизнеса, то есть аптечной розницы, исключение из правил делать, конечно же, на мой взгляд, не буду. Ну, а для потребителей на самом деле это предложение… Да-да-да, продолжайте. Да. Для потребителей это решение, оно вряд ли принесет какую-то пользу или наоборот вред. Я полагаю, что потребители даже не заметят, что начали какие-то квоты действовать, или они вообще как бы даже не вводились. Настолько сегодня аптечная розница развита, в первую очередь в городских агломерациях, то есть в городских образованиях. Но квоты не решат основных проблем доступности аптечного ассортимента на селе, к примеру, либо в небольших территориях. Поэтому сейчас просто крупный бизнес пытается выстроить определенные барьеры, сквозь которые не будут проходить новые игроки на рынке. И эти барьеры в первую очередь будут работать в крупных городах. То есть пытаются таким образом осуществить передел этого рынка и стабилизировать свою долю на нем. Скажите, пожалуйста, настолько критичная ситуация сложилась на аптечном рынке России, прибыли резко упали, маржинальность бизнеса резко снизилась. Почему вот эти истеричные вопли, уж простите за прямоту, появились вот именно в эти дни и сейчас? С чем это связано? На самом деле рентабельность аптечного бизнеса и в докризисные, в так называемые жирные годы, она была тоже не очень высокой. Примерно 2-2,5% это та средняя рентабельность, которую показывала аптечная розница. Но сейчас ситуация усложнилась и усугубилась. Действительно, кризис влияет на экономические процессы и на платежеспособность спроса. Мы впервые видим за всю новейшую историю Российской Федерации, как начали сокращаться объемы фармацевтического рынка в упаковках. То есть если раньше рынок рос и рос постоянно, ежегодно он прирастал в упаковках 5-6%, в деньгах 15-20%, то в 2015 году рынок просел в упаковках. То есть потребитель начал впервые экономить на своем здоровье. Но потребитель не экономит на рецептурных препаратах. Оно, скажем так, покупает все меньше и меньше препаратов из сектора лайфстайл-продукции. То есть те лекарства, которые как раз-таки и приносят аптеке основную прибыль. Соответственно, сокращая потребление этих лекарств, аптека становится в очень неприятном экономическом положении. Именно поэтому разговоры о введении так называемых квот, они возобновились с новой силой. Давайте ответим еще на один вопрос. Я слышал, что идет активное обсуждение среди профучастников и с одной стороны регуляторами, с другой стороны возможности и наделения правом продавать нерецептурные лекарственные препараты, торговые центры, супермаркеты, то есть розничную торговлю. Вот на ваш взгляд этот шаг, который, кстати, уже реализован в части стран мира, мог бы помочь рынку или наоборот это усугубит ситуацию на фармрынке России? Принципиальное решение, что медикаменты должны продаваться не только в аптеках, но и в супермаркетах, речь только о безрецептурных лекарствах, я оговорюсь. То есть такое принципиальное решение, оно принято, но реализация пока запаздывает. Вот аптечные организации как огня боятся реализации этого решения, потому что в магазины уйдет основной пациентопоток, который и приносит основную прибыль аптечным организациям. Соответственно, если пациентопоток пропадет из аптек, либо сократится, то у аптек будет еще более такое незавидное положение. Спасибо вам огромное. Давид Мелик-Гусейнов, один из известных авторитетных экспертов российского фармацевтического рынка, был на прямой связи со студией телеканала «Царьград». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова